Не грешник, оно достоин меня приобществе святынь твоей. Благодарю тебя, что меня не достоин, но причастлився при чистых твоих небесных даровствий удостоил. Но владыка, человека любец, ради нас, умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные, же творящие твои таинства. Благодеяние священия души, тел наших, сделай, чтобы они были в небо исцеления души и тела, отражений и всякого врага, просвечения, чьей сердцем его. Благодарю тебя, мир душевных моих сил, веру, твердую любовь, неисумерную, исполнение мудростью, соблюдение заповедей твоих умножения, божественную твою благодать и твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый имя во священии твоей мерзии допомнил, милость твою жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыка и благодетеля. И таким образом, уйдя здесь на жизни, надежды на жизнь вечную, достиг и место вечно покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечных наснаждений, взирающих на несказанную красоту лица твоего, ибо ты истинна цель, стремление неси с ним радость любящих тебя, Христе Божий наш, и тебя успевает все творение во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне за причащение причистых и творящих твоих тайн, молю за тебя, благое человеколюбивый, сохрани меня под кромками в тени крыльях твоих и дарами чистую совесть и до последнего моего вздоха, достойно причащаться святынь твоих, прощение грехов уже из вечную, ибо ты хлеб жизни, источник освящения, податель благо тебе, слава высылаем, со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков, аминь. Давши пищу мне плотную добровольно, ты огонь сожигающий недостойник, не сожги же меня, Создатель мой, пройди лучшие в члены тела моего, все суставы внутренности, в сердце сожги те мне всех моих согрешений, душу очисти, освети мысли, колени утверди, с костями вместе, просвети пять главных чувств, ибо меня пригвозди страхом при тобой, всегда защищай, храняя, береги меня от всякого вредного для души, делай слово. Отчищай, мывай, устрояй меня, украшай, разумляй, просвещай меня, яви меня твоей обителью, единогодухой уже не обителью греха, чтобы убежали от меня по принятию причастия, всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Ходатай, имя за себя, тебе представляю всех святых начальников, войск бесплотных, предтечу твоего мудрых апостолов, и сверху непорочную, чистую матерь, пейми их молитвы, милосердный Христос, мой сыном света, соделай твоего служителя. Ибо ты единый благое освящение, так же усеяние душ наших, и тебе как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело твое, святой Господи Иисусе Христе Божий наш, добудет меня в жизнь вечную, и кровь твое драгоценное прощение грехов. Добудет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье, в страшное же второе пришествие твое, сподоби мне грешника, стать справа от славы твоей. Походотайся там всечистой твое Матери всех твоих святых. Аминь. Просвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда покрова прибежища утешения, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты исподобила меня, недостойно стать причастником причистого тела и драгоценной крови сына Твоего. Но, родивший истинный свет, просвети духовно, учись сердцем на Его источник, бессмертия родившая, живи меня, умершленным грехом. Милости у Боголюбящих, милосердия, Матерь, помилуй меня и дай мне умиление в сокрушениях сердца, но и мысмирение мыслях моих и призваниях к помыслам добрым. Когда пленен бывает разуму и достой меня до последнего моего вздоха, не в осуждение принимать святыню причистых тайн. Но в исцелении души и тела и подай мне слово за покаяние, благодарение, чтобы мне успевать и прославлять Тебя в осенней жизни моей. Ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. Ты не отпущаешь и раба, при голодыку, по глаголу Твоему смиром, не ковиди, сочи мы и спасение Твоей ежистью готовы при лицах всех людей. Свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Бессмертный, помилуй нас. но и святому духу и ныне и пристно и вовеки веков. Аминь. Пусть ты наш, и заиски на небесе, и до святия, и до святия, и до премьи царствия, и то ли это будет воля твоя, яко на небесе и на земле, и хлеб наш носуешь, не дашь над ней, и все ослави нам долги наши, яко же, и мы оставляем должникам нашим. Иди на свои искушения, но избави нас от лука Богом. Яко твои, царство, сила и слава, вовеки веков. Аминь. Принюс твоих, яко на светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просветивную сребролюдную, милуюся, коварищи, и сребролюдную, и на всех показах, что твои, господи, 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 и на Бога спастися, но шар наше, слава от Свои святому духу, от небес приялась и божественной благодати, и твоими снами все учишут, уклоняйте все троицы, единому Богу, и аминь, и благоути все блажения и преподобные. Достойный парень, ясибо наставник, яко божественной, являя ныне и присно, и великими веками, предстательство христианной, посты, но и опората, что то, что непреложено, и не преезу, вешу, в моленье, благоу, свяну, призвари, и благоуя, на помощь, на сверну, зовущей ки, ухариного лица, почистя, умоления, предстательствующих, и благодавания, и святую, честя, аминь, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, аминь, слава отцу и сыну, святому духу, и ныне присно, и великими веками, честнейшую, и первую, и славнейшую, и безравнений, и терапии, и безвестненья, богословующую, сущую, Богородицу, и величаем, именем Господнем, благослови, поча, молитвами, святые, господи, господи, иисусе, и всебода наш, помилуй, нас, аминь, господи, подашь, мирное житие, здравие во всем, благое посвящение, работаем всем, кто помоществовал нам в организации общины и благополучном пребывании нам здесь, пресвященщим епископу Ифтичу, высокопресвященщему митрополиту Илариону, высокопресвященщему митрополиту Сергию и всем, всем предстоящим, и молящимся, и всем, кто помогал нам, Господи, и сохрани их на многое лето. Многое лето, 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 многое лето. Всех приветствую с праздником нашей общины. И помните, может быть, это в первых классах, в начальных, наверное, в учебнике по русскому языку или витажуре, было такое. Отец умирает, и сыновья у него, несколько сыновей было. Слово говори. Я сейчас подожду. Они принесли. Он говорит, переломите его. Ломали, не могли переломить. Теперь, говорит, развяжите его. Развязали. А теперь ломайте по одному. Переломали, все. Понимаете, это как бы притча такая. Но если мы будем и ненадушны, и в жизни, и в молитве, всегда вместе, то тогда мы можем и дальше, как община. Ибо Господь говорит, что никто собрались, и кого я собрал. У нас Господь собрался здесь, с Духом Твоим, своим святым. Поэтому всегда, во все дни жизни нашей, всегда нужно благодарить, за это тихое, мирное, благодатное время, которое Господь даровал нам. Мы не сами по себе. Нам многие помогали в этом. Да воздаст им Господь своей милостью и щедротами за их к нам расположение и добрые дела, которые оказывали нам. Говорят, да это просто время такое пришло, и вот вы как бы вовремя подсуетились. Нет. Сколько бы ни суетились, что не может этого быть. Но народ израильский, куда больше. Моисей на горе, Бог с ними разговаривает. Ушел ненадолго, скрижали получил. А в это время они уже, что, себе тельца вылили. Все пошло. И сорок лет блуждали по пустыне только за то, что оглядывались назад. А вот сейчас в Египте мы бы мясо ели, а здесь только эта манна каждый день падает нам. Ну, нате вам мясо. Ну, и этого оказалось мало. То есть, ничто временно не может удовлетворить человека. Если мы будем, не будем взирать туда. Вы слышите при литургии? Я возглашаю, и в каждом храме возглашаю, в горе имейте сердца. Всегда. Думайте о том, что Господь-то наш Иисус Христос пришел, пострадал, на кресте был. А зачем? Наши грехи Он туда вознес. Умер, воскрес. И мы воскреснем. А если бы Христос, говорит, не воскрес, то и нет воскресения. Та и вера наша тщетна. А чего веровать? Жил, говорит, ушел и червян на корм. Вот. Поэтому цените это доброе, благодатное время, которое есть сегодня. Его ныне время благоприятное. Ныне день спасения. Поэтому будем спешить в это благоприятное время сделать все для спасения своей души и своих близких. Аминь. Аминь. Ради всех вас, Господь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А что, скамейку не надо занести? Хватит места без скамейки? Андрей. Садись, садись, садись там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова